Знак гауссовой суммы. Легко посчитать квадрат гауссовой суммы. А вот понять, брать с плюсом или с минусом, довольно трудно. Давайте сейчас вычислим точное значение гауссовой суммы. Следующий вопрос. Пусть V-образный корень, cos2b делить на b плюс sin2b делить на b, простое число b больше 2. Мы рассмотрим вот такое выражение. Если вы представляете себе правильный п-угольник, то легко понять, что это такое. Это такие вертикальные отрезки, вертикальные векторы. Так вот оказывается, что это корень из p, если p сравнимо с единицей по 0 и 4, и корень из p, если p сравнимо с 3. И докажем следующий вопрос. Во-первых, докажем вот это равенство. Это совсем просто. И докажем, что гауссовая сумма равна этому произведению. Собственно, тогда мы и получим точное значение гауссовой суммы. Давайте мы начнем вот с этого. Смотрите. Докажем сначала левую. Квадрат, интересующий у нас выражение, равен p, если p дает остаток 1, пределение на 4. Потому что тогда здесь будет плюс 1. И минус p, если p дает остаток 3, пределение на 4. Почему этого достаточно? Да потому что мы прекрасно понимаем, собственно говоря, знак этого выражения. Вот нам сейчас не так просто, хотя я придумал просто, понять его модуль, но знак у него совершенно понятный. Давайте посмотрим, если p равно 7, тогда k пробегает значение от 1 до 3. И смотрите, k равно 1, мы должны посмотреть вот на такой вектор. Из dзиты вычитаем dзита в минус 1, то есть dз6. Если k равно 2, то мы должны из dзита в кубе вычесть dзита в минус 3, то есть вот такой вектор. k равно 3, должны вычесть из dзита в 5, dзита в квадрате. Смотрите, мы понимаем, сколько из этих векторов смотрят вверх, то есть имеют аргумент пи пополам, а сколько вниз, да? Замечательно. И, разумеется, это зависит только от достатка p на деление на 4. Легко понять. Теперь давайте, например, картинка, когда p равняется 13. Тогда k будет пробегать значение от 1 до 6. И у нас опять, смотрите, что будет. dзита минус dзита в минус 1, дальше dзита в кубе, дальше у нас будет dзита в 5, а потом, наоборот, а потом у нас пошли векторы. В данном случае вверх идут 1, 2, 3, а вниз идут сколько? Вообще-то тоже будет. Правильно? Поровну. Значит, аргумент 0 произведения. Значит, будет положительное число. А здесь аргумент, получается, равный пи пополам. Значит, будет направлено так же, как число и. То есть, считать количество стрелочек легко, оно зависит только от остатка отделения на 4. Присчитаем. Для этого вспомним, что все корни из ниц, это корни многочлена х степени p минус 1. Значит, он разлагается на множитель так. Разделим обе части на х минус 1, получаем отложение для другого члена деления круга на п частей, вот такое. И подставим вместо х единицу. В левой части получается p, в правой части получается произведение единицы минус зито в степени k, где k прибегает все значения от единицы до p минус единицы. Замечательно. Это понятная картинка. То есть, у нас есть число 1 и всевозможные векторы из корней из единицы, которые сюда идут. Замечательно. Давайте теперь посмотрим на такое выражение. Я утверждаю, что произведение, которое здесь написано, это в точности произведение, которое здесь написано. Почему? Потому что, например, так это можно объяснить. Показатели очевидным образом не делятся на p, потому что число 2k минус 1, если двойку вынести, то, чтобы делилось на p, нужно, чтобы 2k минус 1 делилось на p. А когда вы умножаете, то 2k не больше, чем p минус 1, соответственно, 2k минус 1 у нас не больше, чем p минус 2. Значит, на p это не делится, и, соответственно, это тоже на p не делится. Давайте теперь объясним, почему они все разные по модулю p. Если мы берем число 4k минус 2 и 4l минус 2, то это понятно, потому что между ними будет разность, равная 4 умножить на разность этих чисел, но 4 взаимно просто с p, а разность этих чисел она определиться не может. Теперь давайте поймем, почему такие два числа не могут быть сравнимы именно по модулю p. Ну, смотрите, 4k минус 2, если сравнимо с минус 4l плюс 2 по модулю p, то в таком случае это можно поделить на 2, и получится, что 2k минус 1 сравнимо с минус 2l плюс 1, то есть 2k плюс 2l сравнимо с 2l, опять-таки делим на 2, получается, что k плюс l сравнимо с 1 по модулю p. k плюс l сравнимо с 1 по модулю p. Но 1 плюс 1 это слишком много, а p минус 1 пополам плюс p минус 1 пополам это всего лишь p минус 1, это слишком мало. Значит, пока k и l пробегают такие вот значения, сумма их не может дать, остаток 1 при делении на p. Ну, можно просто представить себе, как это все устроено, и тогда получится, что это полная система, не делящаяся на p чисел. Так или иначе, то произведение, которое здесь мы получили, можно переписать таким образом. Теперь продолжаем нашу проблему. Первую скобку разделим на дзита в степени 2k минус 1, а вторую скобку на эту же степень умножим. Получим, очевидно, вот это, и они отличаются только знаком. Поэтому можно написать вторую скобку в квадрате каждый раз, поменяв местами здесь уменьшаемое и вычитаемое, и посмотреть, сколько раз мы это сделали. А сделали мы это столько раз, сколько было таких пар скобок, то есть p минус 1 пополам раз. Вот это доказано. Таким образом, вот это вот равенство доказано. Теперь самое интересное, что это работает. Мы установили равенство такое. Сейчас нужно доказать, что гауссовая сумма равна такому произведению. Будет чуть-чуть удобнее, кстати, вместо такой суммы рассматривать, мы знаем, что это то же самое, вот такое выражение. Не знаю, почему я написал так, просто как-то мне показалось приятнее голососуму написать в таком виде, но доказывать будем в таком. Итак, вот есть это выражение, мы знаем, что оно в квадрате такой же, как квадрат этого. Значит, оно отличается, может быть, знакомым. То есть наша цель доказать, что если епсилон равно единице, то вот это будет 0. Ну, в принципе, может быть, что епсилон равно минус единице. Мы вот должны выбрать, да? Мы же должны доказать сейчас, что епсилон на самом деле равно единице. Но такое равенство имеет место с каким-то значением епсилона. То ли плюс единицы, то ли минус единицы. То есть выберем это значение. И сейчас вместо дзита, вместо первообразного корня, подставим просто такую х. Рассмотрим многочлен. Вот здесь вот везде есть дзита в сале х. Этот многочлен в точке единица равен нулю. Потому что сумма символов лежанка это 0. Ну, а здесь просто каждый раз. 1 минус 1, 0. И в точке дзита, как здесь написано, это 0. Поскольку мы помним, что многочлен деления круга на п частей не приводим. То есть если дзита является корнем, то и все сопряженные, дзита в квадрате и так далее, дзита в минус 1 тоже корни. То многочлен f от х делится на х в степени п минус 1. Замечательно. Значит, делится на х в степени п минус 1. Давайте вместо х теперь подставим е в степени z. Где z формально применим. Там, где у нас раньше было х в степени k, появится е в степени kz. Там, где было х в 2к минус 1, будет е в степени 2к минус 1z. Ну и, соответственно, х в степени п минус 2к минус 1 будет так. А остальное не изменилось. Посмотрим при разложении в нуле по степеням z, какой будет коэффициент при z в степени п минус 1 пополам. Обратите, пожалуйста, внимание, почему он нам, собственно, интересен. Потому что, если вы в х в п этой минус 1 подставите вместо х е в степени z, то вы получите е в степени p z минус 1. И коэффициент будет делиться на p. Просто из-за вот этого самого p. Коэффициент, который нас интересует. Более того, все предыдущие тоже будут делиться на p. И, как легко понять, просто, что у нас написано в произведении степенных рядов, если многочленд с целыми коэффициентами делится на x в минус 1, то при разложении коэффициент будет делиться на p. Отлично. Отлично. Осталось просто посчитать. Проще всего здесь. Мы помним, как разлагается е в степени kz в ряд. Коэффициент при z в степени p минус 1 пополам будет в знаменателе факториал. А в числителе будет k в степени p минус 1 пополам. Ну, естественно, с тем же самым коэффициентом. И их сумма у нас от единицы до p минус 1 здесь. Вот. А здесь, смотрите, каждый раз при нулевой степени z будет здесь 1 и здесь тоже 1. Поэтому не исчезнет. Первая степень будет, вот при z будет коэффициент 2k минус 1, здесь коэффициент такой. Разность это 4k минус 5 минус 2. И поскольку множители по минус 1 пополам, то чтобы получить этот коэффициент, надо перемножить все эти коэффициенты. Иначе не соберешь. Если у вас каждая скобка минимум первой степени, а скобка по минус 1 пополам, то надо просто перемножать. То есть мы получили, что вот это выражение должно делиться на p. Почему это приятно? Да потому что здесь стоит символ дежанта, а здесь на самом деле он же. Потому что по критерию Эйлера k в степени p минус 1 пополам по модулю p. Значит, вот это по модулю p то же самое, что квадрат. То есть единица. Значит, числитель, а тут всего по минус 1 слагаемое, сравним с минус единицей по модулю p. Отлично. Мы все понимаем о вот этом выражении. Дальше проблем нет. Потому что здесь нужно просто выписать аккуратно эти числа и понять, что все сводится к теории Вильсона. Смотрите, у нас интересует по модулю p. Значит, здесь p мы умираем. И что остается? Вот мы знаем, что это у нас делилось на p. Поэтому если доложим на p минус 1 пополам в актериал и перенесем эпсилон в одну часть, а это в другую, помните, что это минус 1. То мы получаем, что минус 1 сравнимо с p минус 1 пополам в актериал умножить на произведение и еще умножить на эпсилон. Замечательно. Замечательно. Смотрите, что мы можем сделать. Здесь написали 2 умножить на 2k минус 1. И эту двойку внести сюда. Ну, каждую двойку из каждой скобки. Тогда у нас здесь останется 2k минус 1. Ну, то есть все нечетные числа. А здесь наоборот. Здесь же были числа 1, 2 и так далее, p минус 1 пополам. Они все, каждый раз умножились на 2. Здесь получили 2, 4, 6 и так далее, и так далее, вплоть до p минус 1. Таким образом, у нас здесь вот это все. Это фактически p минус 1 пополам. По теореме Вильсона, это минус 1 по модулю p. Значит, эпсилон это 1 по модулю p. Поскольку эпсилон в ампулатуре единица, то ли минус 1, значит, эпсилон равно единица. Мы нашли знак толстого сумма.